Валерий Константинович 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 снизу и дерево бы стало нормальным таким как суждено быть по природе у нее одна особенность ведь она привита привита да это значит что почка которая была вживлена и стала вот этим мощным саженцем она до этого была почка с боковой ветки боковой это значит что у нее штампа нет и быть не может вот это вот 70 сантиметров дури о извиняюсь финны обидится но это слово не воробей вот назовем это по-другому прошу прощения уважаемые финские эти коллеги потом никого другое слово применю это недостаток ваших знаний до семейная ферма очень аккуратно но даже то что я видел в фильме у вас нет за плечами такого уже настоящего опыта и учиться вы железову не пойдете у вас уже все так отлажено ладно изучили мы этот самый поняли что повезло саженец не погиб но долго болел ему предстоит все начинать сначала этому саженцу потерянные годы вот это вот уже пропускаем пропускаем густо посадка я уже ругался вот маленечко смотрите она настолько уже железовская железовца железовка что она прислала фотографии учебную вот и она нам пригодится людмила николаевна нам я имею ввиду на нашему кружку который надо увеличивать тысячу раз потому что где миллион сто тысяч подписчиков и учат все это калечит калечит это как говорил этот помните знаменитая фраза шурик это не наш метод когда пороть собрали когда шурик собрался пороть своего оппонента вот поняли да здесь оставлен сучок раны нет здесь была рана на кольцо как она интерпретировала получилось дупло вот но это береза слава богу береза дальше это ее сад это ее живая ограда вместо этих стакетников это зайцы эта посадка уже по железово так скомментировать не буду она про этот сад не рассказывал но это посадка по железово немножко полога вот смотрите крутовато так высота хорошо меньше будет ведь посмотрите вы имели наглость это же наглость вы видели что питомники у них ни одного абрикоса нет вы как посмели абрикос посадить делайте пологий то есть все правильно выше меньше будет вот эта часть сопривать но пожалуйста делайте расширьте круг чтобы он был более пологий так я надеюсь я не ошибся что это абрикос если ошибся то все равно мы и вот эти вот предложения пошире поположе остаются в силе даже если это не абрикос вот это ваши вишни когда-то у вас будут мои вишни они три раза крупнее когда-то так потом еще смотрите сюда то что обязательно надо знать видите гигантская мелба вот так вот интересно знать ссылка на каталог вот мы сейчас ими займемся вот обрезают в финляндии но здесь разобраться как конкретно мы не можем но мы видим промышленный сад поэтому любительский сад и промышленные это две большие разницы понимаете поэтому все это пропускаем мы будем несколько фильмов делать я смотрю не уложиться мы в целый фильм снимем рекламный и буду останавливать и комментировать вот вот эта фирма ну как видите вот уже и ягодники вижу уже кое-что проясняется смотрим дальше вот это вот фильме я прокомментирую а в прошлых фильмах то есть по походу прокомментирую в прошлых фильмах уже говорил об этом но вот эта высота саженцев которых ну сколько горшках литра восемь семь вот эти два два с половиной метра это кричаще чудовищно надо раньше продавать хотя конечно у нас есть такой принцип знаете он относится правда каким-то сексуальным вопросом чаще по принципу чем лучше толще и подлиннее так вот здесь тоже принцип выдерживается значит наши люди и в садоводстве такого же придерживаются вот а мне бы пятилетние а я хочу чтоб сразу ошибка страшная обывателя никто не поправляет ими идут навстречу вот таким образом но мы об этом еще будем говорить вот удивительно как насколько у них это это я цитирую про это проходили еще пройдем вот видите штамп какой обрезать надо снизу чижовская так что будем считать что это они наши сорта перенимают здорово так и вот это вот потом мы еще поговорим чаще всего саженцы поставляется привитыми на карликовый подвой тогда получается нужна небольшая площадь посадить оба деревца это самый наслаждаться не повторим наслаждаться придется тем чтобы то есть маленький урожай вот чего это поэтому наслаждаться правда придется вот это мы заканчиваем обзор так вот посмотрели еще раз на цену 30 евро хитрая цифра 29 95 как во всем мире уже не 30 уже легче морально ну множите сколько там восемьдесят семь то рубль 30 на 8 2 в общем внутри финляндии две тысячи с половиной допустим будет стоить такой а перейзая в красный в этот питер уже два раза минимум два раза больше посмотрели так теперь мы будем противопоставлять как вот вот это вот смотрите я пока нет ничего не о чем я об чем не об чем вот просто потом узнаете что это и сравните маленький ручной питомник называется знаете как называется штучное изделие вот а это будет в конце в самом надеюсь вы дождетесь а пока мы с вами самое главное увидим я сейчас буду комментировать этот фильм причем наверное несколько серий смотрите сюда вот он мне присылает людмила вот это фильм мы его посмотрим внимание я буду по ходу комментировать останавливать финляндия достаточно суровая страна для выращивания растений наш северный суровый климат не дает растениям возможности нормально развиваться выживают и раздражаются только самые выносливые растения приспособившиеся к местным условиям поэтому проживающим наших широтах людям отнюдь не безразлично откуда происходят посаженные на наших участках саженцы здорово да части провинции усима местечки по хенгуру уже с 1980 года ведется целеустремленная работа по выведению устойчиво так стоп значит что я вижу я вижу открытые площади там есть и эти теплицы да но все таки открытые я вижу масштабы масштабы гигантские там будут назвать цифры вы услышите например 800 тысяч впечатляет против 1 2 тысяч сергея ну еще раз говорю у сергея железова штучное изделие штучное вот и совершенно другой уровень мы потом будем сравнивать а пока я должен вернуться промелькнула очень-очень мельком вот это смотрите что видите это не случайно это я вернулся назад когда вот так делается и практически никто не заметил 31 градус мороза наверное выбирали долго ждали этого мороза зафиксировали но для меня сибиряка так называемая гольфстрим теплое течение атлантики которая находится рядом с вами простите за напоминание да снега у вас хватает вот потому что циклоны они снежные но теплые и это берем крайний случай вот и в среднем получается наверное я не спросил людмилу но мы с ней потом еще будем общаться людмила так бывает какие самые низкие морозы были а вдруг 40 а вдруг 50 я этого не знаю например я знаю что наш север который прилегает к финляндии то тоже кольский полуостров да вот архангельская область когда с под 40 хотелось бы но вы все равно ближе к атлантике давайте мы это за вами будет эта цифра жаль что я упустил заранее не спросил но даже 31 впечатляет но мы с вами будем сомневаться еще раз переезжая через балтийское море так попадая в это не только питер где-то на центральном рынке санкции стоять будет это и ну сами понимаете это и псковская область это новгородская область вот это весь полуостров вот вдоль этого самого белого моря там климат покруче но давайте продолжим пока про климат поговорили но больше этого мы не знаем отнюдь не безразлично ведется целеустремленная работа под открытым небом и приспособленного к нашим условиям посадочного материала для так маточного сада пока и близко не вижу осаженцы вот они вот дело в чем мы договорились все таки с людьми николаевны что разбираться будем до конца вот сейчас декабрь лежит снег вот эти саженцы так и стоят снег конечно прикрывает их большую часть возможно что они будущие районированы минус 31 видели и правда не замерзает так и оставаясь вот вот как есть а возможно что-то по погребам прячут вот как делают у нас в россии там где они прекрасно гниют вот смотрите я надеюсь что у них лучше мне многое тут понравилось и я не собираюсь критиковать финнов вот но сравнивать я буду с чем первое с питомником железо штучное изделие надо делать штучно своими руками так это речь идет о питомниках которые при самым большим если всей семьей будет не 800 тысяч на допустим 5000 но эти 5000 если умножить на 1000 саженец а если он будет от железо семена от железо черенки от железо маточный сад от железо вот то уже 1000 продать смогут и вот 5000 умножаем на 1000 5 миллионов для семи не хватит за глаза вот вот так вот это одна крайность другая крайность это питомники наши которые выращивают саженцы не выдерживающие критики они гноят по грибах я специально применяю слово гноят погребе выдержать саженцы их надо невозможно хранить в горстках никаких погребов не хватит их надо выкопать их надо хранить с открытой корневой системы а весной расставить по горсткам а это уже халтура потому что сразу на рынок идем дальше и так получается помните мы договорились что я подготовлю вопрос вот один из них как это все хранится зимой для меня это учитывая что если 31 это предельная температура возможно там ничего и прятать для нужд садоводов любителей эта работа принесла свои плоды продукция питомника заинтересовала потребителя за последние годы объем производственных площадей увеличился до 70 гектаров из которых на долю одних контейнерных материалов приходится около 14 гектаров земли наш питомник производит около 800 тысяч горшочных растений и около 1 и 2 десятых миллионов штук клубничной рассады в год нашим ассортименте насчитывается уже более 600 наименований растений бутархатахвасе также начал поставлять свою продукцию швецию и россию швецию и россию питомник бутархатахвас является финским семейным предприятием чтущим самые добрые традиции сегодня садоводы-профессионалы представители третьего поколения используют в своей работе и самые лучшие достижения современной скажите честно нам снилось когда-нибудь вот такое вот это вот поколение используют в своей работе и самые лучшие достижения современной техники и освоенный за несколько поколений опыт предков и чуткий глаз садовода наше предприятие старается во всех а вот это не извините коллеги финны вот это легкая халтура они наверное росли в горшках и это их ненормальный цвет наверное они должны быть темно-зелеными если только как это не их природная природная форма вот это вот багряность вот оставляю вопрос открытый для людмилы николаевны почему сама обожглась растила в горшках не закопанных чем кончилось ну что я на нее наворчал наше предприятие старается во всех своих начинаниях предложить любителям садоводческого дела все новую наиболее востребованную продукцию интерес к растениям их преуспеванию также выражается и в нашей весьма активной экспериментальной деятельности и неутомимом поиске новинок заметьте что такое семейный подряд господи вот наверняка внучка вот как я им завидую вот наши дети дуреют в этих квартирах в городах землю людям не дают можно было спасти положение можно было вырастить хотя бы несколько миллионов детей абсолютно здоровых и хорошо бы чтобы дерево это где в деревне где они бывают хорошо чтобы туда там еще не дошел этот интернет извините за кощунственные слова мы предлагаем нашим финским клиентам новые виды продукции такие как американские постоянно цветущие розы изи элеганс и долго цветущие гортензии энли сама разработка нашей потребительской упаковки также свидетельствует об инновационных технологиях например наши саженцы для живых изгородей и клубничная рассада продаются в готовых и легко переносимых ячеистых упаковках посмотрим потом упаковки сергея железова моего сына питомник путар тахвасы вот такие изменения в образе жизни которые благоприятны для окружающей среды ловим момент смотрите чуть 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 раньше чуть чуть вот я я я нудный извините я противный путар тахвасы поднимает такие изменения в образе жизни которые благоприятны для окружающей среды еще секунду это это видели вот чуть чуть ну в общем вы поняли метровый штамп идем дальше хорошо вписывается вот в данном случае у меня такое ощущение что это клён это дикорос вот такие деревья которые вырастают большим еще раз остановил съемку этого звука вот такие деревья которые даже дикоросы с высоким штампом они на городских площадях вырастают большими внутри уже полусухими наши русские я ничего не имею против хотят выращивать метровые штампы пусть выращивают но лучше бы этого штампа не было бы даже у дикоросов почему потому что то что я вижу каждый год у меня целая подборка есть фотография называется городская среда а если к ним еще добавить вот просто набрать в интернете значит упавшие деревья искалеченные люди искалеченные машины вот главную причину никто не знает с самого момента посадки им делают высокие штампы у них изувеченные корни часто они не в горшках вынимают а просто ставят в ямку вместе с этими с голыми корнями и в результате с первого момента жизни с первых секунд на новом месте вот старое уже забыто у них начинает гнить сердцевина а об этом никто не знает вот об этом не знает ни один человек начиная от этого которого заставляет за ними ухаживать от дворника работника службы озеленения и кончая министром сельского хозяйства а почему министр сельского хозяйства не знает потому что отфутболили мои материалы вот извините это как бы маленькая месть отфутболили к чертовой матери мои материалы и не знаете что дерево которое не соответствует корни не выращивает не обеспечит полностью этой самой соком крону нетронутую высокую да еще с метровым штампом искусственным искалеченным это все ребята это дерево когда то упадет а потом раздавило дерево ребенка вспоминайте каждый год ураганы такое впечатление они везде только по очереди затрагивает одну-две области один-два района и никто не знает что делается в садах вот эти вот деревья которые садятся вот таким путем вот таким вот вот такие вот не дай бог если это дерево окажется в этом в саду ураган их ломает как спички они же привиты я не об клене которым взял а тут такие же точно растут деревья уже плодовые и вот это невидимые миру слезы когда по нескольким районам где сплошь эти самые садовые участки дачи там приусадебные участки вот все это сметает особенно привитые и никто этого не знает и не знает причину и министр сельскохозяйства не знает и городские службы не знает в каждом городе оказывается есть в городской службах этих как он называется сейчас скажу агроном да и отвечает вот за эти посадки и не это абсолютное невежество я про Россию у них может быть не так но мне коробит то что он взял сажен с руки опять с метровым штабом для окружающей среды эта тенденция хорошо все друзья заканчивается этот кусочек почему потому что вот сейчас отключится через 20 секунд отключится видеокамера ну она не хочет дольше работать получается полцовый фильм назовем это серия номер четыре а потом будет похоже я оказывается только начал говорить все друзья и прощаюсь серия номер четыре снята вот и вопросы впереди мне готовят вопросы значит наша финская русалка рус а я готовлю ей вопросы все 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 все